здравствуйте как бы прошло полнедели мою машинку уже взяли сегодня как раз работы сегодня случайно сашки заехал был недалеко вот и вот его компактик и как раз сегодня заезжаю и собственно что машинку уже поднимаем на подъемнике сейчас будет лишь я сам покажу кое-что 200 рухи 2 некрухи там это вкладыши повернула но у меня вы знаете что за проблема вот моя новое сцепление тут короче еще заодно сразу будем вот эти вот нюансики все там вот эти вот нюансики может парить еще не сделаем тут короче этим шаром жопка корич все комплексно сразу обслужим и будем балдеть по факту получается надо снять сцепу дать маховик сашки чтобы не было бразец и все он будет короче посмотреть что есть у нас на рынке на бушке если не найдем то мне уже нашли эту м47 маховик но его вроде как протачивать короче посмотрим будем брать его или не его тачка в правильном месте хороших руках не переживайте скоро поедем здесь как будто бы работал больше чем нужно учитывая старые диска корзину а так с виду идеальный да и короче ой вспышка в глаза вся херня мы уже в другом абсолютно месте машина само собой остается у сашки с больного и принято решение из всего что вы перелопатили на бампер бай вообще ну типа кто-то бы советовал проточить маховик сашка тоже думал что за херня точить двухмассовый кто за это возьмется но он набрал своего знакомого и тут сказал типа классика жанра всегда это делаем протачивается получается плоско сделается плюс ну и с обратной стороны все протачиваться чтоб нормальное было соприкосновение ну короче будем пробовать будем протачивать маховик получится не получится короче очередной день я заехал к сашке там ребята сказали что у меня уже были уставшие крепления бака а у меня как раз были крепления бака не помню кто мне их подарил но спасибо себе огромное скажу вам какие красивые вот такая вот красота желтого цвета чтобы понимали тут короче снят бак уже там все у нас делается ребят защищается короче принципе такая предземная подготовка плюс будет делается усиление подрамника заднего лучше сделать чтоб не оторвало короче вам вся тачка в работе вся херня с кайфом тоже включение по поводу бмв сашка смольный поехал тестить то что сделали проточные маховики проточная картина не сработали буксует как мразь на 3 просто нереально короче скорее всего сашка вычитал что это просто бывает такая тема что маховик бухмаза начинает внутри сам себя прокручиваться и можно обнаружить только установив на машину собрав все и проехавшись но это не точно походу ищем снова маховик ну как не снова ищем маховик искать ищем маховик тогда начали искать решили проточить теперь конкретно уже ищем другой маховик надеюсь что он будет нормальный так ребята ну что это очередной день бэшка готова я сейчас прыгаю куда в каршеринг hello а это значит что что я уже еду сашки смольного и собираюсь забирать бмв и пока я еду наверное давайте я расскажу что с ней было но и кстати еще один моментик напоминаю что если что у нас ссылочка в закрепленном комментарии в описании есть и там у нас промо-коды на все каршеринги которые существуют в беларуси поэтому пользуйтесь бесплатные поездки все дела для новых пользователей вот а что было с бмв рассказываю шо вот наш маховик уже проточены надеялись что дело было в плоскости но оказалось что нет берем трубу большую все шайбы подложили ну не обращайте меня не то похер давай крути едет 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 все начинает прокручиваться хорош все вот где метка была вот где он остался ну и понятно на большом моменте он просто проворачивается короче вот сорок седьмого мотора 150 сил пятиступка давай давай усилия уже гораздо больше прилагает он не проворачивается вообще хорош и метка вернулась ну что 3 пол ничего не срывает но я уже сейчас не покажу так но я уже ехал проверил всего чуть-чуть один раз клач дал все нормально она именно буксовала колесами и не сцеплением ну в целом в общем то все ну что как вы поняли про . маховика ничего не дала потому что вот в м57 на 3 литра дизель вот есть такой нюанс что у них маховики с таким-то там демпфером который имеет свойство прокручиваться вот поставлен от m47n которого там мотор менее сбалансированные маховики без этой ерунды короче стоят вот и они короче не прокручиваются такая вот ситуация единственное что жалко что зря проточили ту корзину и тот маховик но хотя корзину может не зря потому что мы оставили вот сейчас у меня есть новый комплект сцепления даже получается на кому-то его продать вот такая движуха но типа блин методом проб и ошибок мы теперь узнаем в чем была проблема и в будущем такая фигня не повторится вот и спасибо за одно сашки конечно что во всем там разобрался короче сейчас приеду буду его благодарить лично короче поставил дворе иду как иду вон моя беся стоит значит ключи у сашки соскучился пипец не представляете как а там баба букет субару им пресса ворекс собрал ворекс вместе ай пожалуйста о мои пожитки даже не помнил что это все на заднем сиденье осталось так ну что бесит беси купейся ау и отъезжаем с кайфом сейчас надо проверить короче все что у меня пооставалось наш мистер много корзин много дисков надо все это подписать структурировать и так далее жестко короче я все укомплектовал все подписал есть короче корзины есть короче и маховик есть диски ого нагрелась печка тут долго тусовался у сашки в гараже короче все сейчас выезжаем смотрим как она едет я еще ни разу на ней не ездил чтобы не она не буксовала прикиньте вот так вот так ну что вот едем 3 2 500 оборотов нажимаем в пол ничего не буксует все супер блин кайф ура наконец-то наконец-то она поехала супер целый год ездил как не знаю кто в пол педальки нажимал чуть-чуть 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 сейчас хоть нажимать можно ё-моё с кайфом блин с кайфом а наконец-то разобрались с проблемой сашки спасибо огромное реально наконец-то нашли проблему было сложно было много вариантов разных перепробовали видеть почти все и по итогу оказалось вот так вот вадимка кстати тоже тебе привет ты был прав ты был прав изначально прикольно только что проехался с x5 в этой во второй будке короче 5 литровым ехали 3 передачи плотно дальше сбросили вообще прикольно все держит все супер с кайфом реально эмоции так ребята ну и помимо всего этого было сделано также несколько мелочей по подвеске в бмв также было усиление крепления заднего подрамника и также там крепление рычагов тоже была проведена профилактика чтобы это нам все не ржавело и туда сюда короче сделано большая работа так сказать перед зимой за что спасибо еще раз сашки смольному но и я вам скажу так по поводу маховика этого сцепления так далее как видите не повторяйте наших ошибок теперь мы уже на опыте сами знаем что маховики 57 имеют свойства прокручиваться поэтому если что от м47 и она не более надежной в этом плане корзина самая хорошая 01 но здесь вообще в принципе кофе чем толще тем лучше чем у меня не сможет вот такое вот такая вот ситуация не повторяйте наших ошибок но спасибо нашим ошибкам что вы теперь знаете информацию тоже вот так вот думаю здесь смело можно заканчивать эту серию и по пиве с бмв со сцеплением тачка сейчас едет нормально себя ведет все супер поэтому всем спасибо за просмотр и лайки комменты ставим да и до скорых встреч пока